Доброе утро, Республика! Для вас много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами. У нас... Ой, сколько всего! Но начнем мы с вкусной, сладкой новости. Друзья, сегодня день шоколада. Что это значит? Это значит, что всем своим любимым дарите сегодня, приносите после работы шоколадки. Где? После работы. Тань, слышишь текст? После работы. С утра зачем? С утра нужно кашку, чайок. Ты про запп, да, завтрак? Да, да. Но иногда сладенького тоже нужно. Вот это я выкручился. А давай, Влад, мы начнем наш эфир в стиле рекламы шоколада. Расскажем, что нас сегодня ждет в эфире нашим целезрителям. Нас ждет воздушная, пористая арт-территория. Столько же слоев, столько же пузырьков экстравагантности будет в этой рубрике. А еще сегодня мы пообщаемся с Марией Шумейко из Паркана. Она попала в полуфинал проекта «Ты супер!» И знаешь, она как супер-шоколад, где 98% какао-бобов и успехов вам всего самого. А еще крепкий с орешками у нас есть тоже такой сюжет. Какой? Это сюжет про драконов. Ух ты! Мы сегодня расскажем, как приручить дракона, а как сделать их своими руками. В общем, много всего интересного. А еще несколько анонсов на предстоящую неделю у нас на Первом Приднестровском. Две премьеры. И вот о них сладенькие, вкусненькие такие. Расскажем чуть позже. Ну и, конечно же, гороскоп, как шоколад Аленка. Старая, добрая, вкусная. Рубрика, да? Да, родная рубрика. Наверняка накануне все жители Бендер могли разглядеть новинку. На троллейбусах появились достопримечательности всего Приднестровья. Там и Кицканский монастырь, там и Башни ветров, естественно, Бендерская крепость. Влад, ты оценил? Да, где все можно достопримечательности найти, все можно найти в одном месте. Где лучшие тусовки в Бендерах. Все можно увидеть на троллейбусах, которые курсируют по городу Бендеры. Все это идет подготовка к дню города Бендеры. Будут отмечать весело, шумно танцы, гуляния, мастер-классы, концерты, конкурсы, фейерверки, салюты, питание. В общем, всех приглашаем. Ты уже заранее так готовишься, настраиваешься на этот праздник. Но вообще события замечательные. Отмечаем юбилей 615 лет. Между прочим, городу отмечать будут два дня. И 7 октября, и 8 октября. Как Влад уже отметил, огромное количество событий, мероприятий, открытий. Вот, к примеру, будет выставка, друзья, ретро-машин. Это всегда ярко, это всегда интересно привлекает семьи. Потому что дети любят всегда заглядывать в машины, фотографироваться, рулить, да, и смотреть, какими были авто. Или, возможно, как-то их интересно отреставрировали. Это очень круто. Двигаемся далее, потому что еще нас ждет невероятное открытие набережной. Все мы знаем, что там проходила и сейчас. Проходит масштабная. Масштабная стройка. Я недавно там была. Могу сказать, что частично уже набережная готова. Но еще достаточно много там нужно выполнить. И я надеюсь, что все успеют до предстоящего праздника. А вот я частенько прохожу, но на набережную саму не захожу специально. Ты закрываешь глаза? Нет, нет, нет. Я иду возле дороги, то есть дорога еще ремонтируется. Я туда вниз не спускаюсь. Хочу, когда все уже до конца сделают, чтобы была красота, чтобы я уже мог полностью насладиться всей той работой, которая производится в данный момент. И во время открытия набережной будет и театральное представление. Я думаю, что это очень красиво будет в каких-то красивых платьях рассекать наши актеры и актрисы. Да, возможно, что-то готовят невероятное. Так что ждем праздника. А еще, между прочим, приглашают всех поучаствовать в конкурсе «Исторический косплей». Слышал? Знаешь? Будешь участвовать? Да, естественно, я слышал. Называется «Дама с» и дальше уже предлагают на ваш выбор вкус и на вашу фантазию. Да, «Дама с» чем может быть? «Дама с собачкой, с зонтом, с макияжем, с хорошим настроением». В общем, нужно придумать свои варианты какого-то исторического костюма, исторического образа и представить жюри уже непосредственно на празднике. Это будет очень круто, если так творчески проявят свою смекалку жители города и гости. Потому что, да, на самом деле, мне кажется, бендеры одни из самых творческих людей. Да, да, я с этим соглашусь на все 100%, потому что на все праздники у них всегда что-то есть уникальное. Уникальное не так, как у всех, не так, как в каждом городе. Не только изюминки, я бы даже сказал, только мешочек изюма всегда приносит бендеры. Заявки до 25 сентября можно подать, а уже 7 октября непосредственно в образе можно предстать перед публикой. Так что вперед... Участвуйте, конечно, да, еще есть время подготовиться. Выходите на улицы, радуйте всех граждан. Так, еще поговорим про пушкинскую аудиторию. Ей, между прочим, уже больше 120 лет. Сейчас она в таком не очень хорошем состоянии находится, но ее восстанавливают, реконструируют. И вот в конце 19 века там устраивали чаепицы, между прочим. Театральные представления еще проводили, лекции на самые разные темы. И сейчас там студенты художественного колледжа Бендерского проводят свои занятия. И рисуют, пишут картины, вдохновляясь, может быть, о той истории тех лет, когда, возможно, там 120 лет назад происходило что-то невероятное светское. То есть можно будет скоро окунуться в пушкинскую эпоху. И также, может быть, к вам придет муза, будете писать стихи, стихотворения и зачитывать всем бенестровцам. Ну, а прямо сейчас посмотрим, как проходят занятия у будущих художников. Стеклянные вазы, посуда и бордовый клубок нити. Натюрморт в пушкинской аудитории. Студенты художественного колледжа работают над композицией. В руках простые карандаши. Пока в колледже ремонт, занятия по рисунку и живописи проводят тут. Это, конечно, исторический момент. Все-таки стены наполнены большой историей. И с другой стороны, конечно, художника не смущает такие условия, а наоборот, это даже как-то, наверное, кого-то вдохновит. Пушкинская аудитория больше 120 лет. В конце 19 века здесь устраивали чаепитие и театральные представления. А еще проводили лекции на разные темы. Теперь будущие дизайнеры и художники передадут игру теней на свои холсты. Мы начинали в понедельник, а в понедельник было пасмурно. И сейчас мы рисуем по-другому. Свет – это очень интересная штука, потому что она не постоянная, если ты естественный. И тебе нужно запомнить, как изначально было, и держать в голове, чтобы это перенести на рисунок. Для каждого свое вдохновение. Тут кому-то, да, обычно кажется, что это грязное, потекшее, там не очень комфортное. Но при определенных обстоятельствах атмосфера точно даже романтична. Тени, они внутри все, и падающие, и тени от предметов. Поэтому придать их в карандаше одним цветом очень сложно довольно. Сейчас здесь занимаются студенты. А какая атмосфера была сто лет назад в стенах пушкинской аудитории? Конечно, мы рады тем, что мы вот, понимаете, мы вжибаемся в эти стены, мы начинаем сращиваться с этими стенами. Это было место, где могло собраться большое количество людей. Поэтому горожане отмечали здесь рождественские праздники, пасхальные праздники. Новые колонны и укрепленные стены. Реконструкция пушкинской аудитории продолжается. Уже в следующем году появятся новые окна и крыша. А через несколько лет художественные мастерские и выставочный зал. С моего позволения разреши продолжить говорить про бендеры. Почему с моего? Ну, кто у меня здесь непосредственно начальник. 29-30 сентября состоятся гонки на драконах. До 22 сентября можно будет подать заявку. Подавать может каждый, любой желающий. Подобная регата для грибцов-любителей проходит в четвертый раз. Ну, в день рождения бендеры во второй раз проходит. Да, и, конечно, я думаю, что все любители, грибцы, которые, возможно, хотят выйти на воду и научиться грести, и, возможно, проявить себя, свой талант, свою спортивную какую-то составляющую, то всем можно участвовать. Еще раз говорим, до 22 сентября присылаем заявочки. Всем удачи. Да. Вдруг вы не знали, что вы идеально гребете. И вот сейчас становитесь, садитесь в лодку, и все. И ваш дракон оказывается первым, понимаете, вот куда я должен был направлять все свои силы. Здесь можно и подключать предприятия, конечно. Можно трудовые коллективы, можно какой-то общей компанией назваться по-своему. То есть вариантов масса, и мы уже знаем, как это эпично, как это круто, как это ярко происходит, потому что было это и в Бендерах, было и в Тирасполе, все мы следили, болели. Первый Приднестровский также участвовал, и участвует постоянно в регатах. Но хотим напомнить про наших Драгон Днестр Тирасполь. Недавно приехала наша команда из Италии, где я участвовала в чемпионате Европы по драгонботам. По сути, это тоже регата на драконах. Яркое такое событие произошло в Италии, где команда из Приднестровья участвовала, проявила себя по максимуму. Об этом мы говорили на прошлой неделе и на этой. Нас заговорили о Приднестровье, о Приднестровье в целом, о Тирасполе тоже, потому что команда действительно яркая, мощная и профессионалы, и любители, да, где были наши коллеги из телеканала. Очень круто. Теперь нас ждут уже в Барселоне. Ты знал, что теперь есть приглашение в Барселону также принять участие? Нет, я теперь знаю, что моя белая зависть... Белая ли она? Увеличивается и увеличивается только. Да, поэтому нужно участвовать, если вы хотите. Всегда можно найти способ. Вот наши ребята, наша команда тренировалась и в дождь, и рано утром, и поздно вечером, потому что хотели себя показать. Хотели показать не только себя, но и все Приднестровье, и им это удалось. Ты видел, как болели киприоты, как поддерживали и нас итальянцы, как все с нами фотографировались. Очень красивые были фото, видео, да и сам чемпионат здоровский. Он показал, что можно себя проявлять на полную, на всех чемпионатах. Так это нужно отдаётся. Хоть турниры не выиграли, но приз зрительских симпатий однозначно выиграли. За командой из Приднестровья, это точно. Но если говорить о лодках, об этих драконах, то, конечно, это уникальная история. И сейчас у нас в эфире пойдёт речь тоже о драконах, но не о регате, не о лодках. Ненастоящих. Да. Ну, ненастоящих. Ты, кстати, смотрел мультфильм «Как приручить дракона»? Конечно, смотрел все... Да? Какое-то три части. Несколько частей, да. Три части вроде бы. И вот парень из Тирасполя решил тоже приручить дракона, только своим определённым способом. Он сам их изготавливает, сам их собирает, сам их фантазирует. Мастерит. Мастерит, да. И это очень здорово, так интересно, красиво. И вот мы решили на эту тему подготовить сюжет. И давайте посмотрим, как приручить дракона. Узнали дракона? Это Смаук, тот самый огнедышащий из Хоббита. Ты обмануть меня вздумал, ездок на бочках? Это... Это всё гнусный план этих грязных гномов на пару с жалкими оборванцами с озера. Этого хищника смог укротить не только главный герой фильма, но и молодой скульптор Александр. Дракона парень сделал своими руками. Я его делал очень долго, это было несколько месяцев. С ним было очень много работы, это была первая такая большая самая. Он до сих пор остается самым большим из всех. И с ним было очень много возни, переделок, очень много приходилось что-то срезать, долепливать, переделывать, перекрашивать. Я ему делал просто больше голову, чтобы качественно переработать её. Сейчас я хотел бы, допустим, если я смогу делать его более пропорциональным тому, как он был в фильме. То есть более маленькая голова, возможно, больше ещё крылья. Сделать пропорционально не получилось по техническим причинам. Дракон просто не вместился в печь для запекания. А эти малыши тоже знакомы многим. Они из сериала «Игра престолов». Реалистично, согласитесь? И всё, допустим, начинается с вот такого каркаса. Если быть точнее, с зарисовок их парень тоже делает сам. Тут и схемы каркаса, цветовые решения готовых драконов. Фигурки из полимерной глины. С ней и легко работать, и при запекании материал не сильно сжимается. Александр за пять лет слепил более сотни крылатых хищников. А вот и первая работа. Слишком примитивная, но для того детского времени она была наиболее самая интересная. То есть, когда я учился делать только чешуйки, когда я только учился делать шипы, правильно всё это соединять. И одна из последних, когда я эту технику уже довёл по-своему, как-то сделал её в своей манере. Это тоже один из последних. Он очень гибкий. У него материал, который полимерная глина с... Нет, нет, она с эффектом кожи идёт, за счёт чего она может вот так вот гнуться и создаёт дополнительную прочность, потому что у него никакого армирования, кроме пальчиков, нет. В драконах большего размера фаланги крыльев соединяются ещё и специальной сеткой. Так они получаются прочными и подвижными. Нюансов много. На одну миниатюру не больше месяца. Проработка деталей – любимое занятие. И результат того стоит. Драконы словно вот-вот взлетят и задышат огнём. Саша активно ведёт социальные сети, рассказывает и показывает весь процесс. Страница, правда, только на английском языке. Очень часто просто происходит так, что переписываюсь с людьми, которые из Штатов, из Германии, Великобритании, вот им всегда очень интересно. То есть бывает эпизодически, когда они хотят себе такого в коллекцию, хотят себе такого дракончика. Сейчас подготовка к творческому фестивалю «Гаражфест». Он пройдёт в Тирасполь в эту субботу. В планах у скульптора открыть свою мастерскую и давать уроки по лепке. Мария Шумейко из «Паркан» вышла в полуфинал российского проекта «Ты супер». Она покоряет этот проект не в первый раз. В нём принимают участие 50 талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах, интернатах, приёмных и опекунских семьях. И с нами на связи Мария Шумейко и Наталья Ражева. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Маш, мы, во-первых, поздравляем тебя с выходом в полуфинал. Какие эмоции после выпуска? Рассказывайте, делитесь. Спасибо огромное за поздравление. Эмоций, честно говоря, очень много. Во-первых, неожиданно, что я прошла. Почему это неожиданно? Ну, я как бы не ожидала. Да, работала вроде, да, всё делали, как требовали, но то, что выбрали, было так прям неожиданно. Ну, ты перед этим познакомилась, знала своих конкурентов, то есть ты знала силу их способностей, то есть ты думала, неуверена была в себе, что ты сможешь покорить эту сцену? Да, эту сцену. Не, ну, как бы я слышала, как другие поют, знала, как что должно быть, мы делали ставки, как что будет, но другие говорили, что у тебя есть шансы, но я как бы говорю, ну, это не мы решаем, как бы, да. Но для своего выступления ты выбрала очень, ну, на наш взгляд, очень сложную композицию, да, это опера. Расскажи, по какому принципу выбирала, может быть, вы вместе, или кто-то вам помогал, или это авторы проекта, как это было? Ну, вообще, песню выбирали наши педагоги, вот, на «Ты супер». Мы даём свой репертуар, если им что-то нравится, а что-то нет, и они дают своё. В этом же случае они захотели что-то весёлое и выбрали вот Арию. Так, и как шла подготовка, расскажи, пожалуйста, сколько времени ушло на то, чтобы это всё получилось, и это вышло в свет? Ну, вообще, на первую песню давался месяц. Выучить текст, вообще, вот, ознакомиться с мелодией, и я не знаю, за сколько я вообще выучила это, но точно чуть-чуть меньше месяца я была уже, наверное, готова. Но всё равно мы дорабатывали песню, вот, там, вибрато, верхушки, вот это всё, как бы, да. А тебе здесь преподаватели из Приднестровья помогали, или это только авторы проекта? Либо ты просто у себя в комнате пела и мешала другим спать? Нет, я занималась ещё со своим педагогом из Приднестровья, чтобы вообще было лучше, как бы, да. Он, ну, преподаватель тоже из Паркан, да? Нет, мой педагог из Тирасполя, это Лидия Сизенёва, она мастер, а также она советская и российская оперная певица, и она заслуженная артистка Российской Федерации и народная артистка ПМР. Ух ты, здорово! Я знаком с ней, она тоже у меня преподавала в актёрской школе, поэтому мир тесен, да. Здорово! Наталья, расскажите, а вот какие у вас эмоции после вот этого выступления? Мы видели вот сейчас по кадрам, вы тоже переживали, волновались? Уже не первый раз, но всё равно волнуетесь, переживаете, наверное, как в первой. Да, да, очень волновалась, конечно, и до, и после, ну, радовалась уже после, конечно. Ну, волнение, конечно, всегда, когда Машенька выступает, я всегда волнуюсь. Как поддерживали? Поддерживали. А, поддерживала, да. Ну, Машенька меня всегда, наоборот, успокаивает. Получается, у нас как бы так, что она меня успокаивает, всё будет хорошо, не волнуйся, вот как бы так. То есть Маша берёт нагрузку за двоих, то есть она должна выходить петь и успокаивать ещё вас, в общем, чтобы она не думала о своём волнении даже. Волнение присутствовало, потому что, судя по видео, ты всё делала идеально. Ни одной, у тебя даже мышцы, ни одна мышца даже не дрогнула, вот не было, ну, по видео, так скажем точно. Ну, почему? Волнение как бы присутствовало. Но перед выступлением я сказала, мам, переживай ты, и я буду спокойна. Ну, здорово. Я не знаю, как так работает, но я была реально спокойна. Ещё хочу отметить твой образ. Очень красивое платье, и как Люся Чеботина сказала, да, там, ты настоящая золушка, королева. Кто автор этого платья? Сама придумывала образ или как это было? Ну, нас как бы фотографируют, берут размеры наши, но делают уже всё это на проекте. Стилисты, да. Ну, а цветовую гамму, это какие-то были твои предпочтения или только авторы, только стилисты проекта? Вообще стилисты всё это решают. Мы вообще не знаем до съёмок, какой будет костюм. Ну, вот на репетиции, да, мы ещё видим, какой костюм, а там они дошивают, что-то придумывают. А сложно было в этом костюме, сложно было в этом платье вот петь, может быть, знаете, как корсет, там не был тугим. Всё было нормально? Ну, оно только вот что очень было длинным, я не знала, как его взять, чтобы там не споткнуться, не упасть. Ну, а так оно мне понравилось. Светили очень красивые. Члены жюри были Александр Панайотов, Алексей Воробьёв, Люся Чеботина, Аня Лора. Как тебе вот состав жюри такой мощный, знаменитый? Ну, вообще мне нравится. Я, конечно, не успела сейчас сфоткаться с ними на первом туре. Я планирую подойти к ним сфоткаться уже на полфинале. Ну, тебя сразу так со всех сторон комплиментами обсыпали. Вот расскажи, что, может быть, ещё они говорили, то, что, может, не попало в эфир, какие свои замечания, какие моменты, пожелания. Ну, вообще, все вот эти комментарии, которые нам сказали, это уже всё вставили. Да, есть моменты, которые как бы не вставили в эфир, но чтобы прям критического чего-то там нет. Всё прекрасно. Да. А уже знаешь, какую песню будешь исполнять на полуфинале? Либо же это будет известно уже потом, когда опять поработают с тобой педагоги и выберут. Ну, вообще, песня уже есть, но пока что я говорить не буду. Это будет уже известно уже на полуфинале, когда выйдет эфир. Ну, вот в конце выпуска тебя выбрал первый Панайотов, и по сути ты фаворитка, да, этого выпуска была, потому что тебя первой назвали. Ты чувствуешь, что ты лучше выступил остальных или нет? Нет, ну почему прям, что я лучше всех? Нет, как бы все лучшие вот в нашем выпуске, и в следующих очень классно пели дети, но вообще мне было как бы других жалко, которые не выбрали, потому что все круто пели. Ну, это конкурс, такие правила как бы. Ну, значит, получается, ты не лучше, но в любом случае ты супер. Но с ребятами удалось пообщаться? У вас там как-то вы вместе находитесь или нет? Как это происходит? Да, у нас каждое утро в 10.30 по-разному, как-то в 11 были распевки, и мы там все собираемся, распеваемся, потом нам дают список, кто за кем идет, и мы как бы все равно пересекаемся. А вот мы знаем, что сейчас на проекте ты супер, и Анастасия Лисовая из Рыбницы, она вот в 2020 прошла до полуфинала этого проекта. Вы там встречаетесь, общаетесь, виделись? Да, мы как бы дружелюбно к друг другу относимся. Не конкурентки точно. Нет, ну тут можно сказать, что кто-то находит себе друзей, как бы, поэтому я бы не сказала, что у нас обстановка прям враждебная. Нет, дружная, дружная, все дружно. Семья прям. Да, да. А вот как это проявляется, расскажите. Наталья, может, вы тоже со стороны это замечаете? Как это выглядит? Какая там обстановка? Очень замечательно, потому что тут и воспитатель очень хороший у нас. Вообще, всем спасибо как бы всему проекту. И спасибо, это большая помощь вообще для будущего Машеньки, вот участие в таком проекте. Поэтому здесь замечательные дети, все талантливые, все прекрасные. И нет атмосферы какой-то такой враждебной или неприятной. Все как-то всегда рады друг другу. Всегда мы же все вместе встречаемся, постоянно общаемся. И поэтому и с родителями тоже. Ну, кто с бабушкой приехал, кто с кем? С учителями. С учителями некоторые приехали. Поэтому все мы как бы все в дружных, хороших отношениях. Здорово. Но когда следующий выпуск с твоим участием, уже известно? Нет. А даты еще нет. К сожалению, нет еще. Скоро репетиции, как нам известно. Но не репетиции постоянно. Когда съемки, да. А как проходят репетиции каждый день? Сколько по времени занимает это у вас? Сейчас каждый день вот прям идут. Ну, достаточно времени занимают репетиции, поэтому все нормально. А тебе приходится еще связываться с Лидией Сидоровной по связи, чтобы она тоже помогала тебе? Либо же здесь на проекте уже непосредственно твои педагоги, а когда возвращаешься, здесь занимаешься своим? Нет, мы до сих пор продолжаем заниматься. Потому что, мне кажется, без занятий я могу как-то, не знаю. Ну, я справляюсь вроде, но все равно нужна как бы помощь. Поддержка, поддержка моральная и поддержка, советы какие-то такие важные для Маши. Вот какие советы, каким советом прислушиваешься Маше вот перед выходом на сцену? Что нужно знать каждому, кто выходит на сцену? По совету уже ты не первый раз. Ну, во-первых, как взять верхушки, потому что у меня сейчас песни вот именно с такими верхами большими. И мне помогают именно, чтобы уверенно их взять. И мне вообще Лидия сказала, что представляй меня, когда ты поешь. И это и правда помогает. Потому что я когда пела первый раз, у меня прям четкая цель. Прям стоит рядышком. И давай, давай, давай. Все нормально было как бы. Вот это настрой главное, да? Кстати, ты в интервью сказала, что тебе в прошлый раз, возможно, не хватило артистичности. Вот в этот раз всего хватило и хватает? Ну, вроде да, но все равно нужно продолжать добавлять чего-то. Останавливаться я не собираюсь, потому что если ты поставил себе четкую цель, да, то ты должен идти дальше. Потому что если мы будем останавливаться сейчас, ну все, тебе хватило, то дальше оно может не хватить, и потом ты будешь говорить, ну опять не хватило артистичности. В общем, всегда нужно заниматься, заниматься и подвигаться. Только вперед. Ну что, вам удачи и большое спасибо. Действительно, так здорово, когда на этих проектах наши приднестровские ребята участвуют, говорят о нас, и мы видим вас на этих экранах, и это так круто. Удачи. И мы точно знаем, что, Маш, ты супер, однозначно. И верим тоже в твою победу. Спасибо. Все, удачи вам, всего доброго. Пока-пока. Друзья, у нас для вас столько новинок. На этой неделе в эфире Первого Приднестровского огромное количество премьер. И начнем мы с самой долгожданной, да и все премьеры долгожданные в любом случае. Но то, что нас ждет уже в этот четверг. Я думаю, что многие соскучились по проекту «В путь». Теперь путь перезагрузился, обновился. Это уже новый проект. И «Новый в путь» ждет вас уже в этот четверг, сразу после КЭБа. «Новый в путь», перезапуск. Новые ведущие. Да, новые ведущие, новые идеи, новые мысли, новые места. Все по-новому. Поэтому обязательно стоит посмотреть уже в этот четверг первый выпуск. На этой неделе будем говорить о музыке. Музыкальные дубосары. Так их прозвали этот выпуск. Действительно, оказывается, в дубосарах огромное количество музыкантов. Есть своя музыкальная школа, между прочим, самая большая в республике. И хочется об этом, конечно, говорить. И много талантливых музыкантов, которые и самостоятельно о себе заявляют, да, выступают на международной арене. И группы, которые круто себя проявляют здесь, в Приднестровье. И мы их слышим, и вы даже, возможно, не знали, что это именно ребята из дубосары. Вот уже в четверг в этом выпуске вы все узнаете. Все подробности, все фишки, все новые моменты, которые стоит знать. И Арсений Дегусар отдал этот ключ правления от программы «В путь» Артему Мазуру и Анастасии Чернетинской, чтобы они вот отправились туда и все разузнали. Куда туда? В дубосары, чтобы узнать всех музыкантов, чтобы поговорить о музыке, о том, насколько прекрасен этот город. Очень крутой будет выпуск, обязательно стоит посмотреть. А впереди еще огромное количество самых таких интересных выпусков. Вас ждет и урожайный выпуск. Вы узнаете, какое у нас огромное количество фермеров, которые с заботой о земле рассказывают, выращивают самые разные фрукты, овощи. И действительно, стоит смотреть, потому что перезапуск случился вот такой классный, интересный. Поэтому, друзья, не пропустите завтра, в четверг, сразу после КЭБа. Новый «В путь» — это будет круто. Да. Уверяем. На ведущих проектах «В путь» рассчитайся. Первый. Второй. Первый. Расчет окончен. Нет, первый здесь я. Первый. Второй. Второй. Теперь в путь, друзья. Удачи. На этом сюрпризы и подарки не заканчиваются. Нововведения у нас еще есть. В эту субботу тоже перезагрузка очередного проекта. Это «Страна-легенд. Сезон разгадок». Также новый ведущий, который будет уже разгадывать все тайны, которые у нас есть здесь в Приднестровье. У нас их огромное количество, как вы уже поняли, по предыдущим сезонам нашего проекта. Все мы помним, знаем нашумевший проект «Страна-легенд», где наши приднестровские участники боролись за кубок «Страны-легенд», отвечали на вопросы, так или иначе, связанные с Приднестровьем. И все мы знаем, что у нас оказывается огромное количество легенд и самых разных мифов. И вот Александр Кожухарь решил разобраться и разобрать все эти мифы, развеять. Ну и, конечно, для вас подготовил проект. И теперь называется «Страна-легенд. Сезон разгадок». Ну вот так вот воодушевленно говорит Татьяна, потому что в предыдущем проекте «Страна-легенд» в финале выиграла команда телезрителей, где капитаном команды, неизвестно, был супруг Татьяны, поэтому она все знает. Мы, кстати, между прочим, спрашивали, а будет ли в этом году новый сезон «Страны-легенд». Мало одного кубка. Хотелось еще. Но теперь уже действительно будут новые проекты, интереснейшие, и загадки, мифы, легенды, все там. Обязательно смотрим в эту субботу, сразу после специального разговора «Страна-легенд», сезон разгадок. Александр Кожухарь готовит для вас нечто интересное. Ну вот давайте послушаем этот анонс и посмотрим. Таинственные истории, основанные на реальных событиях. Паранормальные явления. Интересные личности. Спрятанные клады и сокровища. Исторические объекты. В субботу после специального разговора в 20.45 «Страна-легенд», сезон разгадок. Ну, ждет нас нечто невероятное. Судя по этому анонсу, как-то зловеще это все выглядит. Интригующе, я бы так сказала. Интригующе, да, однозначно. Поэтому стоит посмотреть уже в эту субботу, сразу после специального разговора. Видите, сколько новинок мы для вас подготовили? Уже середина сентября вовсю все работают. И, конечно, Первый Приднестровский не сидит на месте. Всегда готовит для вас и новые проекты, новые программы, шоу, чтобы вам было интересно. Чтобы мы говорили о Приднестровье, чтобы все говорили о Приднестровье, рассказывали о нашей стране и не только. Но есть и старые добрые проекты, которые не покидают наше эфирное время. Это такие, как «Арт-территория». Говорим мы о искусстве, о том, что всех вдохновляет. Искусство бывает разное, поэтому такое большое количество выпусков всегда мы хотим демонстрировать только вам. Вот все мы знаем, что если сегодня среда, значит, определенно будет новый выпуск «Арт-территория». Он насыщенный, он со всех сторон Александра Черни старается подобрать для вас уникальную, интереснейшую информацию. Находит гостей, находит героев, лучшую литературу, лучшую информацию. Все только для того, чтобы рассказывать, делиться вот этой полезной, важной информацией. Ну и в том числе, что это так сделано кратко, сжато, но не обрезано, а все вкусно и насыщенно. Да. Поэтому такое пропускать точно нельзя. И вот сегодня новый выпуск «Арт-территория». Поговорим о прекрасном. На мой взгляд, это тема балета. Друзья, давайте проникаться. Сейчас время быстрых перемен, бесконечное ускорение. Никого уже не удивляет, что человек может поменять профессию после 30 лет или продолжать всю жизнь искать себя. Но есть люди, которым невероятно повезло. Они сразу поняли свое предназначение и мечту сделали явью. Сегодня речь пойдет о таком балетмейстере, его мотивирующей истории. С вами «Арт-территория». Мы начинаем. Еще в раннем детстве в Париже, попав на балет «Жизель», он понял, что танец станет смыслами его жизни. А спектакль произвел невероятное впечатление. Днями позже, только не пугайтесь, он начал возводить у себя в саду холмики могильные, как в спектакле у «Жизель». А всем девочкам и хотел растрепать волосы, как в сцене сумасшествия. Сегодня речь пойдет о выдающемся балетмейстере Пьере Лакоте. Балетмейстере с мировым именем. Свою карьеру после получения классического образования Лакот начал в «Парижской опера», работая с лучшими. Серж Арифарь, Джордж Баланчин. Но при этом у Лакота уже были личные амбиции и желания. Он хотел создать собственную труппу, назвав ее «Балеты Эйфелевой башни». В те послевоенные времена лучшим решением для того, чтобы реализовать свою мечту, был, конечно, переезд в Америку. Что он и сделал. Тогда он вдохновлялся современными течениями, модерном и джазом. И вот, обретя такой потрясающий опыт, Лакот возвращается домой во Францию. Здесь он возглавляет национальный балет музыкальной молодежи. Здесь случается красивая романтическая история. Главной героиней тогда была Гелен Тесмер. Не трудно догадаться, что между ними произошла любовь. Она стала его музой и парой на всю жизнь. Лакот был абсолютным однолюбом во всем, как вы уже смели заметить. Итак, семья есть, карьера двигается вперед. Осталось только одно. Найти свой фирменный почерк в балете. Найти эту линию. И он ее нашел. Он выбрал балеты реконструкции. Сразу поясню. Пьер Лакот занял невероятно трудную нишу. Он был экспертом по старинной хореографии. Его даже называли хореографическим антикваром или балетным археологом. Это очень непростая работа. Он был признанным реставратором забытых старинных балетов. Таких, как Капелли, Пахита или Дочери Фанраонов. Иными словами, он возвращал к жизни давно забытые балетные постановки гения в своем времени. Петипа, Сен-Леоне и Мозелье. А это, я вам хочу сказать, очень сложное дело, которое требует невероятной скурпулезности. Лакот работал с лучшими танцовщиками своего времени. Одним из них был невероятный, потрясающий Рудольф Нури. Вот вам диалог двух легенд того времени. Эту историю знаю точно в балетных кругах. Но я думаю, что ее не мешало бы слышать каждому. Потому что у нас у всех происходит момент в жизни, когда мы чего-то очень сильно хотим. Так вот, Рудольф Нерриф, несмотря на возраст, был невероятно востребованным артистом. А также с человеком с невероятными амбициями. И чтобы убедить Лакота в серьезности своего намерения, желания исполнять партию маркоспада в балете, Рудольф Нерриф прямо в ресторане берет салфетку и пишет расписку, что он обязуется быть на всех репетициях во время подготовки этого балета. Он исполнил свое обещание. А еще интересный факт. Из-за того, что эти два фанатика, в хорошем смысле этого слова, готовили эту партию, эта партия получилась невероятно сложной. И сейчас балетные танцовщики нашего времени, исполняя роль маркоспада, говорят о том, что это невероятно сложная и трудная роль. Вот так. Я сейчас сделала, конечно же, акцент на мужской партии, но в мире балета равнозначно важны как женские, так и мужские партии. А у Пьера Лакота была еще одна особенность. Это очень точная, детальная, тяжелая французская техника. У нас сегодня в артилетории будет профессиональная танцовщица, а также фотограф, которая будет ловить эти самые моменты. Это невероятно сложно. Но для профессионалов нет никаких границ. Мы с вами понаблюдаем за процессом. Конечно же, немного пообщаемся, а потом увидим результат. Раз, два, три. Погнала. Смотри, вторая рука тоже нежно идет. Умница. Есть. На меня упор. Умничка. Есть. Есть. Сейчас самое время задать несколько вопросов гостям арт-территории. Таня, скажи, пожалуйста, ты как профессиональный фотограф. Как это – работать с постоянно двигающейся моделью? Я люблю фотографировать танцоров. Ведь именно в движении, в пластике, в этом фотографическом моменте можно собрать очень много факторов. Например, эмоции, гармония, движение, ритм музыки. И это удается не каждому новичку. Здесь нужно работать, прям поработать профессионалу. Работаем? И еще один вопрос у меня к нашей модели. Ян, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты уже очень много лет преподаешь классический танец. Насколько вообще сложно обучить классическому танцу и всем этим красивейшим позициям? Очень сложно научиться классическому танцу, потому что это один из самых наисложнейших видов искусства. И мы учимся этому всю жизнь. То есть нет такого, что мы… Прошло пять лет, все мы всему научились. Нет, мы развиваемся, учимся всю жизнь. И я как педагог сейчас. У меня есть свои студенты, но при этом у меня свои есть педагоги, которые меня обучают, наставляют по жизни. И еще один главный момент, который нужно не забывать при съемке с танцорами. Обязательно узнать, что они умеют делать больше всего в движениях. Тем самым мы в фотографиях сможем подчеркнуть их индивидуальность. А для нас, танцоров, очень важно иметь помимо видеосъемок, которые у нас накапливаются с наших концертов, еще и фотопортфолио, чтобы запечатлеть, зафиксировать момент и увидеть каждую деталь поближе. Французский балетмейстер Пьер Лакотт ушел в этом году. Ему был 91 год. Вся его жизнь была посвящена только любимому делу – балету. Он оставил после себя массу последователей, которые и сейчас ставят его балеты. Он работал и открывал новых артистов. Просто сотрудничал с самыми лучшими представителями своей профессии. Вот такой сегодня пример мотивирующий вы узнали на арт-территории. Мы здесь всегда расширяем границы вместе. Вдохновились искусством, но сейчас будем продолжать. И тоже старая добрая рубрика в нашем эфире – это, конечно же, гороскоп. И мы к нему приступаем. Поехали. Овен. Очень активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо вам будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой. Обсуждение, план, разработки, учеба, научная работа. Так сразу видно, что сегодня середина недели. Все продуктивно начинают свой день. У цельца все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и внимание, рабочий стол. День склоняет его к тому, чтобы замещать вокруг любые соринки. Поэтому цельец будет изо всех сил пытаться навести чистоту. А близнецы способны проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул. Это может привести их к новым, в том числе и неожиданным выводам. В общем, вот так вот всегда любите вот это вот капошица, капошица. Ну, мы же найдем эту истину. Мы же для этого и делаем все. Так, следующий на очереди раки. Он, рак, может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Привычные вещи будут вызывать у него скука, вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обостриться до предела. Ну, это прекрасно, когда есть желание чему-то обучаться, что-то новое узнавать, познавать. Это круто, раки. Вот прям респект. Лев будет склонен ссорить деньгами. Так, все остальные знаки зодиака, держитесь поближе к льву. Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. В общем, деньги, деньги, мани будут летать. А завтра? Зачем мне нужен был еще одна чашка, следующая, пятая, десятая или еще какой-нибудь предмет одежды, который вообще не нужен был? Ну, аккуратнее, пожалуйста. Не нужно сорить. Двигаемся далее. Звезды гороскопа обещают, что дела у девы уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как, внимание, бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов. Ну, удачи. Круто. Весы будут обладать особенным магнетизмом, даже против воли, привлекая внимание окружающих к себе. Для этого им не придется что-то особенное говорить или делать, их молчание может оказаться не менее интригующим, чем их слова. Молчание золото. Если вот не знаете, что сказать, лучше промолчать и будете умнее. Лучше поделать что-то. Так, звезды гороскопа советуют скорпиону серьезнее относиться внимание ко своим снам. Они обещают быть яркими, как никогда, а граница между ними, реальностью, на удивление, зыбкой. Ну, не было у меня такого еще, чтобы я не понимала, где сон, а где реальность. Чтобы ты была скорпионом, не было такого. Просто я не скорпион, поэтому скорпионы будьте внимательны. Стрелец способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей, если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. В общем, продуктивная среда продолжается. Так, отличный день для Козерога. Ему не грозит почувствовать себя одиноким. Наоборот, окружающие будут его разрывать на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании. Ну, а вам уже придется выбирать, идти к одним или к вторым, а может, просто посидеть дома. Да. Водолей сумеет сполна насладиться каждой минутой. Отвлекшись от дела, он погрузится здесь и сейчас. В этот день Водолей не настроен торопиться, он находится в гармонии с миром. В общем, наслаждаемся. Раскрываешь свои чакры, Влад, и все Водолеи. Будьте в гармонии с миром и так далее. Но уже рыбы же заждались. Давайте узнаем, что их сегодня ждет. Рыбы будут уверены в своих действиях и склонны до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою они способны многого добиться. Однако звезды гороскопа советуют им обратить внимание на отношения с окружающими. Вот такой гороскоп на этот день. Ну, верить звездам или нет, друзья, как вы знаете, решать только вам. Они там хорошенько поработали, мы это всему зачитали. Ну и плавно двигаемся к нашему следующему сюжету. Будем говорить о братьях наших меньших. О добрых делах. О добрых делах, да. Да, знаем, что у нас в Приднестровье есть несколько приютов для животных. И, конечно, им всегда нужна помощь. Мы об этом тоже часто говорим. Если есть у вас такая возможность, то старайтесь помогать и животным, и всем там в приютах. И сейчас поговорим о том, если вы решились взять животное с улицы себе в дом, в квартиру или в частный дом, то что необходимо знать в первую очередь? На какие моменты стоит обратить внимание? Какие прививки стоит обязательно в порядке поставить? Как обезопасить членов своей семьи? Да. В общем, все, что нужно знать перед тем, как брать животное себе домой. Наш следующий сюжет, и мы идем к Айболиту. Вышла прогуляться, пришла домой с кошкой. Катя никогда не могла пройти мимо бездомного животного. У меня дома есть мои животные, двое кошечек, и очень большое количество животных, которым я как бы помогала и перестраивала в семье. Я взяла в очень тяжелом состоянии. Она была практически при смерти. У нее был страшный вирус, и если бы еще два дня, то я бы ее не спасла. Теперь у Лилу и Сереги есть дом. Только взяли животных с улицы, не спешите знакомить их с другими питомцами, говорят ветеринары. Нужен карантин, желательно двухнедельный. На карантин, чтобы оно не контактировало с другими вашими питомцами. На следующий день отнести к ветеринарному врачу, который проведет осмотр общего животного, термометрию, назначит препараты от эндопаразитов, от экзопаразитов, скажет, можно купать, когда можно купать животное. За эти 10-14 дней потенциально болезни, которыми болеет животное, должны проявиться. Голодное животное, конечно, сразу хочется накормить. Для котов обычно это миска молока. Специалисты категорически против. Угостите кошачьим кормом, мясными продуктами, кисломолочные тоже подойдут. Чем лучше кормить, подскажет врач, а еще обязательно назначат прививки. Первые вакцинации делаются с ревакцинациями, в зависимости от вида животных. Это будет двукратно или трехкратно. И вакцинация от бешенства. Кстати, об этом, если питомец агрессивно себя ведет, подходить к нему не нужно, а тем более гладить. Да и не всех животных можно брать с улицы. Ложиков брать нельзя. Они переносчики, бешенство, потенциальные и так далее. Важно не купать, не поить молоком. Не знакомят с детьми и другими животными. Нужен карантин и врач. А еще у нового питомца большой стресс. Несмотря на то, что он обрел дом и хозяев, дайте ему время к вам привыкнуть. А сейчас хочется поговорить о моде, о прическах. Ну, не просто так. Ведь сегодня, между прочим, друзья, день парикмахера. Но от этого человека зависит многое. И настроение человека, и его состояние, и его внешний вид, между прочим. Поэтому выбрать настоящего профессионала делать такое очень сложное. Да, я никогда не понимал девушек, которые приходят, выходят из парикмахерских и говорят, вот, мне бы сделали плохую прическу, мне не нравится. Ты как бы смотришь, вроде бы особо ничего не изменилось. Да, а у нее настроение испорчено. Думаю, ну что здесь такое, это же просто волосы. Ну, отрастут, но сделают. А потом, когда мне сделали не очень хорошую прическу, я был расстроен. Естественно, а теперь ты понимаешь нас. Нет, ну я сразу в косну, когда мне все говорят, ой, что с головой, что с головой. Ну, тогда уже ладно. Тогда уже буду паниковать. Сейчас хочется вот показать вам несколько интересных причесок. Вообще парикмахеры – это творческие люди, ну, они так видят. Поэтому, если вас постригли как-то, вы думаете, не очень хорошо, то посмотрите на эти фотографии, вы сразу поймете, что у вас идеальная прическа. Так, я тоже с тобой смотрю. Да, мы обсудим. Вот, пожалуйста. Это настоящая или это ты сейчас поработал с фотошопом? Нет, нет, это вот настоящая прическа называется наушники. Наушники? Да, да, да. Ну, возможно, немного на клоуна похоже. С прической я клоун. Это специально, чтобы ходить зимой. Да. Уж согревало. Согласна, есть такой момент. Было комфортно. За сколько денег ты бы сделала эту тупую прическу? Я бы сама это сделала. Мне бы еще заплатили. Так, запомните, дорогие друзья, на следующий эфир. Татьяна приходит вот с такой вот прической. Еще есть. Ух ты. Это, мне кажется, подходит для учителей. Потому что они, когда пишут на доске что-то, они говорят, у меня глаза на затылке. Я все прекрасно вижу. Ну, если вот так сейчас учитель придет в класс, то оно будет максимально странно. Согласись? Да. Но зато по-модному. Где-то в параллельной вселенной. А вот следующая фотография может подойти к историческому косплею, который будет проходить на день города в городе Бендеры. Вот. Дама с... Вот, та самая собачка, да? Да. Друзья, ну, здесь, оказывается, ничего не нужно выдумывать. Вот взяли, скопировали, ну и вышли на... Ну, здесь, мне кажется, даже не собака, наверное, это медведь больше похожая. Ну, да, возможно. В общем, да, если вы... Куда с такой прической сходить? Ну, в лес, может быть, да. Единственный вариант. Вот, еще есть тоже... А, ну, это, знаешь, если не с собачкой, то давайте с конем, чушь там. В Бендерахе есть конный клуб Алюр, как раз можно тоже пофантазировать. Вот, если вы придете с такой прической в конный клуб Алюр, то вам будет скидка 50%. Гарантируем. Переходим к мужским стрижкам. О, ну, это популярное. Я у мамы ананас называется. Ладно. Это если человек очень сильно любит спанчбокскую Бендс, мультфильмы это, то вот, пожалуйста, такая прическа. И еще одна мужская прическа. Если вдруг у тебя не хватает денег на кепку, но сильное солнце, думаешь, вот, в принципе, зачем мучиться. Зачем мне волосы, да? Мне нужен лак. Да, главное, чтобы потом это все не вспылило. Да, когда, знаешь, здесь зачем мне волосы. Здесь есть кепка, да. Вот такие вот причесочки я подобрал для того, чтобы вы не расстраивались, когда будете выходить вдруг из парикмахерской. Потому что парикмахеры это такие люди, которые, когда сделают свою работу, им трудно сказать, мне не нравится. Вас все устраивает? Устраивает, да? Да, все, хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, прямо сейчас мы будем говорить еще о парикмахерах, о том, чем они занимаются, что сейчас, между прочим, актуально среды стрижек. И там вас... Я не удивлюсь, если какая-то стрижка. И вас там может удивить кое-что. Поэтому оставайтесь, смотрите следующий сюжет. Боб, ежик и ракес теперь в прошлом. В тренде корейская стрижка. Рваные локоны, многослойные и асимметричные пряди. С такой стрижкой не надо долго стоять у зеркала. Для Ирины идеальный вариант. Дело не в моде. Я так увидела себя. И я поняла, что она мне подойдет. Но мне нужен был мастер, который ее исполнил правильно. Прикорневой объем или легкие волны стиль из 90-х снова возвращается. У длиненой челки тоже в тренде. Особенно челки-шторки. Подобие моей, только длины у всех разные. Мы уже подбираем, опять же, ориентируясь на то, как он укладывает волосы, чем он укладывает волосы, как он носит свою стрижку. От этого зависит уже и длина челки. Елена – парикмахер с 7-летним стажем. Училась на бухгалтера, но вместо пар ходила в салон красоты. Помогать сестре, как говорится, затянула. Что привлекло меня больше всего – это счастливые лица людей. Это приятные запахи, ароматы. Это красивые прически, укладки. Самые смелые запросы у подростков. Хотят быть модными, яркими и стильными. Просят небрежные легкие локоны и косички. Набирают обороты необычные цвета – розовый, голубой или черно-белый, как у Круэлла де Виль. Это все очень оригинально, но я не думаю, что это прям очень носибельно в наше время. Потому что наш регион еще немножечко, мне кажется, не дорос до такого фэшена. Филировочные и прямые, с длинными лезвиями, короткими и для слайсинга ножниц много. Удобные в руке, хорошо заточенные и комфортные длины. Для разных стрижек свой размер. Под женские подходят короткие лезвия. Для мужских чем длиннее, тем лучше. Тогда переходы будут мягче, а стрижка пойдет быстрее. Я предпочитаю все выстригать ножницами, но таким образом, мне кажется, происходит авторская работа. Потому что машинка – это шаблон. А когда ты руками стрижешь, выстригаешь каждую прядку, каждый изгиб головы, это по-другому все. И лежит, и выглядит. Подстричь, завить, выпрямить и покрасить. Барикмахер может выполнить любое желание. А что выберет сам мастер? Ножницы Лак Укладка Конечно, с... Локоны Твердая рука, профессионализм, знания различных техник и правильные инструменты. Все это, конечно, важно. Но главное – работать с душой, любовью и все время учиться новому. А вот дождливо или ясно, солнечно или пасмурно сегодня будет, мы узнаем прямо сейчас. Погода в нашем эфире. Приступаем, да. Итак, каменка, рыбница. Такое ощущение, что лето не покидает нас. Это хорошо. Я только рада. Еще песню нельзя эту включать, вот и лето прошло. Итак, каменка, температура плюс 25, плюс 27, ночью 11-13 градусов, в Рыбнице на градус выше днем, плюс 28, ночью на градус ниже. В Дубосарах как будто вообще жаришко. Да, в Дубосарах и в центре республики Варгиреполе еще на градус выше днем, плюс 27, плюс 29 днем, ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Смотрим, что у нас там на юге. Возможно, еще теплее, но в принципе, как и в Дубосарах. Бендер, Рыцар, Преслободе и Днестровск. Днем у нас максимум плюс 28, ну а ночью мы видим плюс 10, плюс 12. Такие прохладные, комфортные, идеальные, на наш взгляд. Да, если ночью, летом всегда были окна открытые, то сейчас под утро уже хочется закрывать окна, потому что в 5-4 утра свежо, уже подуваю. Это лайфхаки от Владислава. Закрывайте, не забывайте, да? Ну что, друзья, мы завершаем наш эфир. Желаем вам продуктивного, активного, бодрого, классного дня. Сегодня мы отмечали день шоколада. Ну, если вы себе не позволяете, если вдруг вы на правильном питании, ну, сегодня-то можно. Сегодня можно выбереть свой любимый вкус и наслаждайтесь. Вот, Таня, провокатор. Вы вдруг съели два года на какой-то там диете. Ну, немножко. Ну, Таня сказала, и вас сразу же попрет дальше. Нет, ну, немножко-то можно. А потом сразу спортом заняться, вот. Хорошо. А потом после одного маленького кусочка 5 километров пробежите, и все будет хорошо. Это утро такое познавательное, интересное для вас провели Татьяна Абрамогла. И Владислав Гресь. Оставайтесь с нами. Впереди много всего интересного. И смотрите нас, конечно же, в социальных сетях. Наша программа «Утро», нижнее подчеркивание, ПМР. Под таким ником можно найти нас в Инстаграме. Будьте с нами, смотрите нас, а мы работаем только-только для вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok